КОМАНДА Володя восстанавливался после тяжелой травмы и выходит именно в то время, которое сейчас он может приносить пользу. Он приносит пользу. Понимаете, когда ты играешь и мяч рядом, 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 там штанга перекладина и так далее, и по сути ничего не даешь создать сопернику, и вдруг пропускаем гол. Ну вот это просто, это все минутно ты выключился и вот его получил. В перерыве мы говорили о том, что мы должны вытаскивать игру, и у нас была такая уже история. С Енисеем мы играли, когда проигрывали тоже 0-1, да, и потом выиграли 1-3. И здесь парни и так все понимали, здесь мне не пришлось что-то им говорить конкретно. То есть сами ребята говорили в раздевалке и, собственно, мы немножко обобщили все это дело и вышли на второй тайм. Енисей перестроился на 3-4-3 в надежде, наверное, больше атаковать и атаковать и флангами, и за счет трех нападающих. Но мы как бы готовы к этому, как оказалось и физически, и тактически, потому что мы работали на сборах в плане того, что как, если играть там минус один игрок, минус два игрока против любой схемы, которая может быть. К сожалению, то, с чем мы справились и не дали реализовать численное превосходство сопернику, да, но сами мы забили только один гол. И можно считать перекладины там и опасные моменты и так далее, но голы, голы нужны, голы вот в этом. Но и нужно не пропустить. Но мы знаем, я бы не сказал так, знаете, это не причем, не то, что я, он Енисей выиграл, ну, и как бы с этим можно поздравить нашего соперника, вот. А в плане ведения самой игры, ну, мы понимали, как играет с Енисей, во что играет. Это короткие, средние передачи, вяжет и работают через центр. Здесь очень важно было именно сохранять концентрацию до последнего. Ну, вот видите как, два момента и два гола, нельзя засыпать. Здесь не в этой лиге, и нам тем более, другой настрой у соперников у всех. И не будет просто, ну, не нам вообще, играя с любой командой. Значит, нужно доставать из себя гораздо больше, чем мы можем. Ну, вы знаете, сами разочарованы вот этими последними минутами. Вы знаете, вопрос не в количестве защитников для нас. Вот как наш главный тренер говорит, ну, когда он с нами вот здесь находится, находился, что опять играет не количество защитников, количество полузащитников. Играет структура, играет дисциплина, играет идея. И перейдя в схему 3-4-3, в которой мы играли, например, с Волгарем, и она у нас тоже в моментами очень хорошо получалась, вот мы попытались, понимали, что соперник, единственное, что может нам доставить уже в конце проблемы, играя в меньшинстве, это фланговые подачи. И нам очень важно было играть в створе, но у нас не получилось. И здесь еще, знаете, вопрос. Мы-то выпускали футболистов, не на, я прошу прощения, для того, чтобы усилить игру. Но такое бывает, что в такие игры... Не засушить игру. Не засушить ни в коем случае. И как раз-таки, наверное, я сейчас могу опять-таки немножечко ошибаться, да, в эмоциональном плане. После игры сразу, наверное, где-то оценки. Я не главный тренер, поэтому еще, говорю, очень сложно, пока мне до этого далеко еще. Прям в детальках скрупулезно разбираться. Но вопрос в том, что до замен мы должны были забивать несколько мячей. И как раз, пуская ребят быстрых, свежих, мы, безусловно, надеялись... Мы надеялись на то, что мы будем дальше продолжать играть в тот футбол, в который мы тренируем. Но не получилось. Ну, такое тоже бывает. И, конечно, было бы для нас очень-очень обидно, если бы Фера не спас нас сейчас на последних минутах. Хотя, опять-таки, в первом тайме это два попадания в перекладину, все можно говорить, да. Но, наверное, структурно нам понравилась игра во многих эпизодах, во многих моментах, вот, за исключением концовки. Пока Анзор еще только набирает форму, еще он не тренируется полностью, он тренируется в общей группе какое-то определенное количество времени, да. Ему еще надо набирать, и вопрос там просто в контроле этой травмы, да. Сейчас пока говорит, что он завтра-послезавтра будет играть. Он для нас очень важный футболист, поверьте. То, что мы на сборах видели, он выполняет очень важную функцию, да, и можно играть в два форварда и в три форварда. Опять, мы сейчас не говорим про количество там защитников, полузащитников или атакующих игроков. Вопрос, опять-таки, в структуре и в той идее. Мы найдем сильным футболистам место на поле, главное, чтобы они у нас были, они у нас есть. Вы знаете, честно, мы об этом не думаем. У нас есть сейчас, вот, сегодня была команда, которая шла на втором месте. Следующая игра у нас, команда, для которой игра с Красноярском, а у нас игра с Томском. Да, вот мы думаем сейчас вот о предстоящей игре, о том, чтобы и восстановиться тем ребятам, которые огромный объем работы проделали за эти игры, и заставить футболистов, которые чуть меньше играли и которые выходят на замену, чтобы они, ну, чуть лучше помогали, наверное, себе прежде всего, показывать, что они футболисты сильные. Вот, мы пока так глубоко не копаем. Знаете, есть принцип степ-баст-степ, шаг за шагом, от игры к игре. Сейчас начнем думать о РФПЛ, поверьте, что можно какую-то детальку в игре пропустить. Это хорошо, но опять, когда спортивный принцип, это хорошо. Я уж тогда отвечал после домашней игры, потому что, к сожалению, опять мне пришлось отдуваться за нашего главного тренера, вот, я очень не хотел этого делать, но так получилось. Я уже говорил по поводу, вот, темы с переходами, с РФПЛ, ФНЛ. Да любой гол для нас, он футбольный, он даже, который иногда бывает случайно что-то залетит, все радуются, болельщики радуются. Хорошие эпизоды, хорошие подходы. Андрей очень здорово разобрался, безусловно, очень здорово разобрался. Мы за него рады очень, но, поверьте, и мы ему об этом говорим, и он знает, что работы непочатые края ему для того, чтобы еще качественнее выглядеть. Хотя сегодня в моментах, когда был у него мяч, он играл как очень-очень сильно нападающий. Да, там есть вопросы у нас в плане открываний, но это опять, это внутренняя наша кухня. Но если он будет прогрессировать, так же относиться к себе, к футболу, мы будем только рады. Самое интересное, что когда самое первое интервью было, когда меня представляли как старшего тренера, я дали про Никитку вопрос, а я его перепутал, про это был там в третий или четвертый день, какой-то, да, с другим нашим футболистом, и было смешно мне потом самого себя слушать. Вот, сейчас я уже знаю, про кого говорю. Потенциально очень сильный футболист, наверное, несмотря на забитый гол, сегодня он мог для нас сыграть, ну, сильнее, зная его уровень истинный, да, в плане мощностных там проявлений, интенсивности, вот. Вот, но, опять, он очень перспективный футболист, я понимаю, почему мы про него говорили, вот до прихода нашего тренерского штаба во главе с нашим главным тренером сюда, я слышал эту фамилию, да, так смотрели мы перед приездом его там в Инстате, понимали, что есть качество, сейчас мы понимаем, что он очень-очень интересный футболист, но, опять, так же, как и по Андрею, непочатый край работы ему самому для того, чтобы еще больше быть, еще сильнее быть футболистом. Ну, я не могу сказать за все ФНЛ, да, потому что, потому что не видели мы еще много команд, да, но то, что это, я уже, опять-таки, после Металлурга говорил о том, что это для нас системообразующий футболист, наиважнейший футболист, глыба, я сейчас опять некрасивые слова говорю, не для того, чтобы ему понравиться, он просто это знает, мы общаемся, для нас это очень-очень важный футболист, и то, что он один из лучших в ФНЛ, это точно, и сейчас, конечно, его будет не хватать в следующей игре, ну, для того, чтобы быть довольным или недовольным, наверное, надо видеть это, я не знаю, там, если вы видели вблизи или, там, на телевизионной картинке, в повторах, нам было не видно, мы сегодня сидели ровно, смирно, вставать не хотелось абсолютно со скамьи, поэтому я просто не видел эти эпизоды вблизи, и давать оценку, это будет неправильно с моей стороны. АПЛОДИСМЕНТЫ